Дорогие друзья, дорогие слушатели, это слово сегодня. Будем читать из Евангелия от Матфея, 18 главу, 15 стих. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди, обличи его между тобою и им одним. Если послушать тебя, ты обрел брата своего». Да, вот такое слово Иисус говорит ему. Важно, чтобы люди между собой мирились, чтобы они находили общий язык. Даже если согрешит против тебя брат, не просто скажет какое-то словечко или что-то такое необдуманное. И тогда иди и с ним говори, говори с ним, спрашивай, ты так это хотел или нет, или что-то имел в виду. Скажи, поговорите, и может он скажет что-то совсем не то. Ведь некоторые, знаете, они услышат, увидят, и потом они день и ночь об этом думают. Ночью не спят, в их это, так сказать, бродит все в их сознании. И где-то через неделю, наконец, им уже тяжело, они находят человека и говорят, вот как мне поступить в этой ситуации. Представляешь, вот так и так он сказал, так и сделал. А бывает, тот человек тоже читает Библию и говорит, да пойди же поговори. Он не такой уж плохой. Поговорите вместе, и все решится, может быть. И ты идешь потом и говоришь, вот так и так. И тот говорит, да, но я же не думал, даже вот ляпнул, сказал, и не то получилось. Прости, будем вместе дружить дальше. И все разведилось, все стало хорошо. Иисусу важно, чтобы мы искали мира. Везде, со всеми, где это в наших силах, чтобы у нас был мир. И вот он говорит дальше, в Евангелии от Матфея, 5 главе, 23-24 стих. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Вот представляете, как это было даже в том завете важно. Он пришел, принес какой-то дар Богу, и вот уже здесь стоит, в таком молитвенном состоянии, хочет Богу дать свой дар, а ему мысль приходит, ты же находишься не в хороших отношениях вот с этим человеком. Он что-то имеет против тебя. Иди к нему помирись, и ты оставляешь свой дар, и идешь к нему, говоришь с ним, находишь общий язык, и потом только приносишь этот дар. Да, вот так Иисус дает прямо указание, как надо поступать. Поэтому читать нужно внимательно, исследовать Слово Божие. Много-много мы всякого зла избежим. Но, к сожалению, иногда происходит так. Вместо того, чтобы идти к другому, мы находим людей, которые нас поддержат. Они скажут, да, он не только тебе так говорит, он и мне говорит, это такой вот и всякой человек. И мы находим еще кого-то, третьего, четвертый, у нас находится целая группа, и мы теперь против этого одного. Но Писание нам говорит Киакову, что злоречие – это грех. Немецкий перевод, Люто переводит, не злоречие, он говорит, а говорить за глаза плохое о другом, когда он тебя не слышит. Это грех. То есть мы должны не к другим говорить, а прийти и с этим человеком поговорить и сказать, вот это я вижу, это неправильно ты поступил, или объясни мне как. Но бывает так, что человек не хочет с тобой говорить, и там что-то, и все, и ты ходишь домой, ты попытку сделал, а дома ты вспоминаешь, что ты сам был поводом. И когда-то в своей жизни ты сам говорил с ним вот не по-доброму. И он вспомнил, даже может быть не осознанно, а подсознательно, вот так вот к тебе. И ты приходишь тогда к нему и говоришь, прости, вот знаешь, вот тогда-то и я был неправ. Давай будем все по-хорошему. И смотришь, разрядилась ситуация. Что делать, если она не разряжается и после всех этих шагов? Нам надо вспомнить, как поступал Иисус, когда был на кресте. Вы представляете, когда ему вбивали гвозди, когда вот гвозди в кости, эти все боли страшные, которые он испытывал, кроме того, что насмешки людей, вот эти все избиения, все, что было, и вот даже на кресте эти двое разбойников, один над ним насмехается, другой, слава Богу, он как-то заметил, что ты такой чистый человек и говорит, помяни меня в царстве твоем. И Иисус говорит, да, сегодня ты будешь со мной в раю. Но, тем не менее, все вот эти трудности, и тогда говорит молитве, Иисус говорит Отцу, Отец, прости им, ибо они не знают, что творят. Почему Он так сказал? Вы знаете, ведь Он любил людей. И Иисус, это сама любовь, вот, ну, в таком облике человечеством Божьем. Он, так сказать, молился, потому что Он знал, если эти люди вечно будут страдать из-за того, что они сейчас делают. Поэтому Он просит, по крайней мере, этот грех, Господь, прости им, Отец, прости им. Ведь это так важно, чтобы человек, пока живет, нашел мир с Богом. Чтобы он с ним примирился, чтобы он с людьми примирился. Ведь наша главная заповедь говорит, возлюби Бога всей силой, всей крепостью, всем разумением своими, ближнего, как самого себя. Бога любить и людей, которые с нами любить. И все, что от нас зависит, делать, чтобы был мир. И во мир Он превыше всякого разумения. И чтобы Он соблюдал наши сердца. Тогда нам легко молиться. Тогда нам легко смотреть в глаза всем людям. Это так важно. Поэтому Иисус несколько раз говорит, вот так и так поступайте, пожалуйста. Проверяйте себя вечером. Может быть, где-то ты сам сказал так, что обидел человека. И не порешил этот вопрос. Не нашел способа. И видишь, он на тебя как-то косо смотрит. Тогда ты сам иди. И помоги, так сказать, человеку тоже примириться, если у него нет мужества. И сказать, я не так думал. Ну вот мы с тобой столько прошли уже. Давай вместе дальше. Будем любить друг друга. Вместе молиться, переживать, чтобы Царство Божие продвигалось. Потому что речь в Царстве Божьем о Боге, а не о нас. А нам надо учиться прощать, любить и жить для Господа. Пусть Господь вас благословит в этот прекрасный день.